Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы сегодня проводим очередную передачу в рамках программы «Профессор доступно важным». Она сегодня, можно сказать, юбилейная, 15-я по счёту. Ну и сегодня мы будем говорить о роли языков. И хотелось бы раскрыть эту тему с помощью моего гостя. У нас в гостях человек очень известный, народный министр. Человек, который работал с заместителем председателя правительства республики. Возглавлял постоянный комитет по образованию, науке. Это Феодосия Васильевна Габышева, доктор педагогических наук, профессор. Действительный член Академии наук нашей республики. И руководитель Центра изучения, сохранения и развития родных языков при Академии наук. Добрый день, Феодосия Васильевна. Раз вас приветствовать. Спасибо, что согласились быть участником нашей программы. Ну, безусловно, по Конституции Российской Федерации мы понимаем, что у нас государственный язык в целом по стране. Это русский язык государства образующего народа. В то же время в нашем основном законе записано, что республики имеют право устанавливать свои государственные языки. И у нас в Конституции Республики Саха-Якутия зафиксировано, что у нас два государственных языка – русский и якутский. А в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера есть официальные языки. И поэтому, конечно же, вот та тематика, о которой мы сегодня будем говорить, она очень важная, актуальная. И, конечно же, это очень важная, актуальная, актуальная. И, конечно же, это очень важная, актуальная. Во-первых, я благодарю за то, что вы пригласили на свою передачу. Это авторская передача. Действительно, всегда они отличаются какой-то уникальностью. Тема о языках – это очень важно. И сегодня я хочу сказать, что это тема международного глобального масштаба. В мире сейчас насчитывается, по разным данным, 7 тысяч языков. Из них через несколько поколений останется только 50%. Вот такие прогнозы. А к концу 21 века вообще останется только 10% языков в мире. А Россия имеет сегодня, отличается, можно сказать, уникальным разнообразием языков. А республика Саха-Якутия – место, где сохраняются языки народов. Ну, в частности, Российские федерации, русские языки, якутские языки, государственные языки, языки коренных малочисленных народов. Это Эвенков, Эвенов, Далган, Чукчи, Юкагиров. Это языки сегодня, которые считаются исчезающими. А наши якутские языки, уязвимые языки, это Баданным ЮНЕСКО. Он нахай улықхан солталах, беереге, инурбеккар, өстетегіл мақтанабын. Он оттон кепсетейбетен, иккетылнын, итербетбегілах, демен, айдетим. Он оттон, итербеткар бартыгарап беттим. Отто, билден тұрар, қаз бейдеге, селестях, мутықтақ. Он оттон, бұл, біріп есер болуын, академик болуын, бұғайдар, қаныр атын тестеттен оң ұлды, джонгылды қанылылар. Он оттон, бұл, бән, оғы сағыз күттін, қылгастық етерің әбетті болын, қайта олап бүкіней, тоғы бұл науға кәлбеккеней. Дұң басын тұрар, мен тұйырттен тұртті әқпін, әдбе қоғылығы декергең әтірәбінді. Олген күрі қас бұтттан әппетнес тәқ болырға, оны тұруру мұцылы, сімбер толырға оның үйтілі өпіндемін өйді өйдіпін. Оны тұрған тұрар мен бұл өәрімбет өскол бармақтан әқпін барабын. Адинцевтистан келлен улелир, кто там калбит учетал, а он был нахаж 20 коллектив. Он был на 3-ю грею, но он был на 3-е 1. Он сказал, что и улелелепи, что он был нахожен. Это было в основе, что мы не хотим. Продолжение следует... 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 Поэтому этот центр создан, и в 1923 году полностью мы смогли получить финансирование, именно функционирование этого центра. В свое время основу еще заложил, можно сказать, Филипп Василий Васильевич, потому что он сказал, что гуманитарное направление, у нас все равно важное направление, такое направление должно быть в Академии наук. Он поддержал потом Владимиров Леонид Николаевич, и такой центр он создан, помещение дали, мы создали материально-техническую базу, оборудование, мебель и так далее купили, и хорошо, что мы сохранили богатую библиотеку, именно педагогическую, научную библиотеку. И сегодня 15 тысяч книг, это мы передаем национальной библиотеке. Это то, что мы сохранили как интеллектуальную собственность. Это уникальные издания, из них около тысячи наименований нет, оказывается, в нашей национальной библиотеке. Поэтому это очень большой багаж. В этом отношении нас поддержал еще зампредседателя правительства Местников Сергей Васильевич, чтобы помещение было под эту библиотеку, полностью там систематизацию, каталогизацию и так далее, все полностью сделали. И это интеллектуальный багаж у нас будет достоянием для магистрантов, студентов, аспирантов и так далее. В этом отношении, я думаю, что хорошая база создана. В перспективе вот эта научная деятельность, научно-организационная деятельность, научно-методическое сопровождение, экспертиза, вот это планирование и так далее, это то, чем будет заниматься наш центр. Он небольшой сегодня, а с другой стороны, у нас есть хорошие партнеры, которые нам помогают. Это у нас и базовые школы, это у нас инновационные площадки и так далее. Это у нас подписанные соглашения с Российской Академией Образования, вот 16 апреля подписали. А первое соглашение с Российской Академией Образования было подписано в 2013 году. Я сама будущим министром, оказывается, подписала. И очень хорошая программа тогда, вот 100 аспирантов мы реализовали именно в рамках этого соглашения. Поэтому я считаю, что эта перспектива достаточно хорошая. И Российская Академия Наук сейчас будет полностью курировать научное сопровождение реализации федеральных стандартов образования, но в частности по гуманитарным направлениям, начиная от истории, кончая языками. Поэтому это тоже очень, ну, такая серьезная научная основа будет. Философа, Синату? Бу, 5 игр, 된ный вид. 5 игр, со меню сөрей, сөрей, билет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...